Он одни издевался, ну, бил её девочку, ей примерно было 5-6 лет. Сигареты тушил об голову и головой била от батареи. Не рожайте вы вот этих вот подранков! Просто невозможно! Ну, да ладно вам! Добрый вечер! Сегодня у нас женихи Дмитрий, Сергей и Василий. А невеста у нас Юлия. Здравствуйте, дорогая моя! Проходите! Юлия. 31 год. Скрывалась в лесу от родственников своего жениха-алкоголика, до тех пор, пока не поняла, что заслуживает другого счастья. Гордится тем, что через суд добилась того, чтобы ей дали квартиру. Мечтает стать профессиональной спортсменкой и зарабатывает на колбасу и красивую одежду. Юлия работает не о ней в том же детском доме, в котором воспитывалась сама. Здравствуйте, Лариса! Меня зовут Юля. Поживаю в городе Астрахань. Прошу вас, Лариса, родите мне хорошего, порядочного человека, чтобы в этой жизни мне было на кого оперировать. Огромное вам спасибо! До свидания! Бедолага! Читала вашу историю, сердце сжималось. Юля, прямо невозможно. Прямо вот кровит нерв со страшной силой. Как вы оказались в детском доме? Я оказалась... Сейчас скажу. Я родилась, и меня тут же родители бросили, потому что у меня порог сердца врожденный. И всю жизнь воспитывалась в детском доме. Ни родственников своих не знаете? Нет. А потом не пытались найти мать? Нет. Знаете вообще хоть кто они? Нет, потому что я подкидываюсь, меня не бросили, и я не хочу их искать, потому что они меня предали, а сейчас они мне не нужны. Моя вы девочка. И вы что закончили после детского дома? Я в детском доме, интернат, потом меня отправили в Янотаевку, в село Янотаевку, на швею. Думаю, то, что она выросла в детдоме, это не должно отталкивать. И, в принципе, меня тоже не отталкивает. А потом наши государства, а потом я неделю с подружкой, мы были, на вокзале жили. Летом я работала, посуду мыла, мне там директор помогла, деньги дала за то, что я у нее работала. Там парни жили, я ему деньги отдала за питание, за проживание. А государство потом дало комнату, барак ветхого жилья. И с ужасными соседями он сидел, жития мне давал. Я сразу устроилась, няня в садике с сестями работала. Я зарплату получала, он у меня вымогал, я типа замки выламываю, деньги у меня забирал. Потом, спасибо директору, заведующей садикой, она мне давала мыться. Мылась у нее, там, до порно работала, потому что мне только ночевать. А так, это, ночевала, он меня иногда не пускал домой. Я милицию вызывала, а милиция, типа, смеялась, что я молодая. У него была девочка, не его, а ее, его женщина. Он над ней издевался, ну, бил ее девочку, ей примерно было 5-6 лет. И я сигареты тушила об голову, и головой била от батареи. Я ходила, у директора отпрашивалась, ходила в милицию, писала заявление постоянно, чтобы у него отняли девочку. Потом, я год так, как в аду прожила, потом я у администрации выбивала другую комнату. Пройти все это, просто-напросто, начали. Нечельские условия просто. А тем по шее надавать надо. Сейчас что у вас есть? Я выбила за два года квартиру, мне дали 960 тысяч сертификат. Я купила квартиру, и у меня есть подружка в Ходичанах, говорит, скажи, вспомни меня, я ей тоже выбила жилье. То есть у вас сейчас есть жилье? Да. Это в каком городе? Город Асовин, там. Давайте посмотрим. Маленькая квартира, добилась у нашей власти. Смотрите, кухня. Хорошая кухня. И стиральная машинка есть, и все. Послушайте, прекрасная. До 50% так не живут. Такая. И зал. Здесь я редко ночую, что на работе нахожусь. А редко, потому что в доме... Ну, я стараюсь подрабатывать, подрабатывать, выклянчиваю у нашей директора Иоанна Васильевна, чтобы она мне подработки давала. Потому что у нас маленький оклад 5600, а хочется жить в человеческом. Ну, судя по тому, что вы подписаны на мой инстаграм, у вас есть и интернет, и телефон. А я про Варечки видела. Я же ваша фанатка, я вас люблю, потому что вы нам помогаете. Не только мне и людям, которые нуждаются. Не в деньгах, а в морали. А вы морально помогаете нам. Спасибо, детки. Хорошая, да. Хорошая. Понятно. Ну, как говорится, на вкус и цвет. Скажите мне, пожалуйста, а потом у вас был парень, который просто, вы там тоже с ним побывали в аду, алкоголик. Ну, он, да, пил, потом поехал. Руки распускал. На его родине. А вас не заставлял пить? Нет, потому что я же с мозгами. Ну, он на своей родине меня бил. А в Астрахани он не бил, потому что он не астраханец. Если он руку поднимет, милиция. Скажите, а вот он вас взял в Оренбург, да, в Оренбургскую? Да, у него в гостях была. И там вы, как Золушка, родственники ели, пили, выходили, убирали за ними. Ну, две недели, да, потом... Юля, водички не хотите попить? Хочу. Принесите, пожалуйста, воды. Да, я тоже, у меня слезы просто, да, невозможно. Спасибо. Большое. И вы там, как Золушка, с утра до ночи только мыли посуду, вас за человека не считали. Ну, да, потом соседка там с мамой, ну, не уживалась, мы, Римма, соседка, мы ходили, я вставала к ней, ходила, и мы ходили с ней в Оренбурге, гуляли по лесу. Вы же там пережидали время, чтобы... Да. Юлечка, кто вы в пансиональности, знаете, не знаете? Не знаю, правильно сказать, не знаю. А сами как думаете, какую кровь себе чувствуете? Я знаю, что я человек, что я ничего плохого не... На татарочку пошла. Ничего не сделала плохого. Да. Юлечка, вот знаете, как говорят, если в первой половине жизни вот так судьба испытывает мнетого, значит, счастье будет во второй половине. Те, у кого счастье было там... Если я вас увидела, я вообще даже словам, ушам вообще себя не верю, что я вас вижу вживую. Малышка, послушайте, у нас есть для вас тоже вот такой подарок. Я знаю, что у вас нет денег на хорошего кардиолога, и Первый канал, и наша редакция вам дарят такую возможность. У нас сегодня очень хороший кардиохирург. Я сейчас его приглашу, он вас посмотрит, и у вас будет бесплатное обследование. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот такой вот у нас вот красивый, прекрасный доктор Алексей, кардиохирург. Потому что женихи... Татьяна Павловна, привет, я тебя не забываю и люблю. Вот смотрите, вы выйдете замуж, вам нужно будет родить деток. Для того, чтобы родить деток и остаться живой, здоровой, нужно от вас глаз оторвать. Нет, посмотрите, глаза красивые. Невозможно. Вы невозможная красавица, невозможная красавица. У меня красавица покрасили здесь хорошо. Это вот чисто русская, значит, вы не татарка, вы русская. Татарка бы сказала, знаю, что красивая. А нам девушка, я говорю, ой, да что ты, я не выслушала, ресницы не мои, я приклеила. Вот это я накачала, волосы закрасила. Мы все тут же рассказываем. Поэтому, что значит, вас накрасили? Глаза эти нельзя, милая, глаза эти нельзя. Не накрасить, не закрасить. Этот носик, этот ротик, овал лица. Только вы вся скукоженная малышка из-за того, что вы боитесь чего-то. Вот не бойтесь, расправьте плечи, правда? Не сутурьтесь. Ну что же вы такую красоту прячете? Ну, кило, есть песня, она права. Алексей, вот скажите, что у нас с Юлечкой можете определить? И можно ли жить полноценную жизнь, рожать детей? Ну, я Юлю вижу в первый раз, и то издалека через стол. Но, на первый взгляд, я не могу сказать, что человек страдает каким-то серьезным пороком сердца. Потому что, во-первых, если бы это был серьезный порок сердца, то до такого возраста без операции люди, как правило, не доживают. И, во-вторых, ну, цвет лица, в принципе, конечно, бледноватый, но, наверное, это пудра. Скажите, пожалуйста, Юлю, у вас есть какие-то жалобы вообще на сердце? Есть, но я как бы не жалуюсь никогда. А что вас беспокоит? Правда, колят постоянно сердце и пальцы не имеют. Пальцы не имеют. А вот одышка у вас есть? Есть, когда быстро иду. А вы на пятый этаж можете подняться? Да. Можете. Подняться на пятый этаж. Не курите? Нет. Молодец. А ноги отекают? Ну, да. Под вечер сильно отекают, да? Ну, я как бы на это стараюсь не обращать внимания никогда. Малышка, ну, естественно, не обращайте внимания. Доктор не спрашивает ваши отношения к вашему здоровью. А он просто говорит, какие симптомы. Я хочу сказать, что мы хотим предложить, Юля, обследоваться в госпитале. Сделать обследование, которое... Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Которое, я думаю, да... В слове, что не все так серьезно, как вы считаете. Потому что мне переслали перед этим бумаги, там я вообще не увидел никакого серьезного диагноза, и диагноза как такового. Вы молодая? С таким диагнозом можно? Сначала нужно установить диагноз, потому что... Нет, вот я, например, не верю в то, что ее родители отказались, потому что у девочки порог сердца. А у этих родителей вообще сердца нет. У них не то, что порог сердца, у них без сердца, отсутствие сердца. Вот такой диагноз. Ну, там типа кесарево, ну, может, наше хранение. Вы знаете, у меня есть большие подозрения на то, что мы серьезный диагноз снимем. Вот не будем залегать вперед, но я, видя пациента, искренне на это надеюсь. А с диагнозом средней серьезности можно уже и планировать? Можно и планировать жизнь, и планировать беременность. И сейчас девочки спокойно рожают, и рожают здоровые детей. Не опоздала она 31 год? Нет, все нормально. Хорошо. Алексей, спасибо вам большое. Прям нежно целую, обнимаю, вечно ваша Маша. Спасибо. И я буду счастлива вас увидеть еще. Спасибо. Судьба, что-то она какая-то прям забитая получается. Скажите, Юлечка, ну неужели на вас мужчины не обращают внимания? Ну вы же красавицы. Ну, обращают, вот сегодня ездят. С такими глазами. В поезде ездила, ужас все было. А учиться не хотите? Знакомиться хотят все. Мозгов нет. Как ты, ну, будешь разговаривать, что значит мозгов? Мы тоже нет. Он Ломоносов тоже не сразу университет построил. Есть такая потребность? Ну хотя бы курсы какие-нибудь? Ну, курсы, да. Не высшее образование курсы, которые дадут возможность более высокооплачиваемому работу. Юль. Сейчас стилисты, прихмахеры. Вот, ну, вот все к чему у тебя руки, собственно говоря. Мне нравится компьютер, интернет. Вот, можно на компьютерные курсы. Любые курсы, которые... Постоянно в интернете, на сайте сюжет. Развивайся, развивайся обязательно. А мужчина пускай тебя холит, лелеет, отогревает, кормит колбасой, чем угодно и так далее, и тому подобное. И это хороший путь, правда. Если надо чем-то помочь, я тоже готова. С курсами. Или за счет мужа мы будем как-то компенсировать. Не знаю даже. У меня образования никакого нет. Ну и самый надежный человек в этой жизни. Ой, господи, боже мой. Вот смотри, ничего не знает. Матери не было, никто не воспитал, никто не направил. А в детском доме, таких как Юля была, прудом в пруде. Поэтому, девчонки, сегодня ответственность на нас. Я бы даже вопросы не задавала вот никакие. Что она знает? Вот то, что мы сейчас в ее головку вложим, вот то и будет ее ориентиром. Понимаешь? Скомба в горле стоит. Хочу плакать, не могу просто. Не рожайте вы вот этих вот подранков. Просто невозможно. Ну ладно вам. Просто ну не ваду, как можно? Кровиночку свою 9 месяцев под сердцем носить. Матери, вы сказали не надо плакать, потому что грим стучет. Я ваше все выучила, ваше все. Маленькая, вот просто не знаю, какая ненависть. Я вас везу в программу переносить. И подожди, и вот та мать, которая бросает, и она мать, ведь, находит через какое-то время, эти несчастные дети брошенные. И вылизывают и облизывают этих пьянти. Говорят, маму нашла. Какое счастье, она все-таки мать. Какая мать? И ты, мать, которая не спишь, реагируешь на каждый там зуб, на каждый крик этот самый. В общем, Юль, вот что я вам хочу сказать. Слушайте нас. У Розы двое детей. Я вас буду, конечно, слушать. У меня, у Васи двое детей. Мы сейчас вот постараемся, ну, что-то такое возместить. Хочется, конечно, жить в телевизоре. Смотрите, есть уже какой большой и жирный плюс. У Вас есть свое жилье. Я посмотрела. Все, даже стиральная машинка прекрасная. Когда есть свое гнездо, уже птенцов можно туда нести, понимаете? Ну, если я ей понравлюсь, если она меня выберет, ну, значит, будем дальше решать. Все по мере поступления. Юль, вот если бы я была волшебницей и могла бы вам прекрасную жизнь сейчас вот я наворожить, наколдовать, какого бы мужа сама хотела? Вот какого? Или на кого похожего, может быть, или на какого-то героя сказочного? Хотела, чтобы добрый был. Правильно. Чтобы у него была постоянная работа. Правильно. Чтобы не нуждаться ни в чем, ну, я имею в виду не в богатстве, а элементарно, чтобы поездку было. Было на штуку пить и платьишко разговаривать. Да, и чтобы была у них родитель, потому что мама хорошая была у него. Потому что у меня подружка, у нее свекровь хорошая, и она двоих детей, и она ей помогает хорошо. И чтобы свекровь хорошая была, чтобы как мать была, чтобы было обнять, ну, посидеть, ну, обнять, посидеть. Дом хочется, дом хочется, семью хочется. Ну, ласки, как бы, потому что я сама в детском доме работаю. Детей знаю, как бы, их психику, с ними хорошо работаю. Вот Юлия Анатольевна отпустила меня сюда. Ей тоже скажите спасибо, чтобы она меня не уволила. За что? Ну, что я одни эти, как бы, здесь у вас. Пожалуйста, Юлия Анатольевна. Да, да, Андросова. Юлия Анатольевна, пожалуйста, не увольняйте эту девочку, вот эту сердечную, маленькую. Ее так уже обидела жизнь, судьба. Поэтому вы сильнее, вы старше. Ну, как-то участвуйте в ее жизни. Помогите, пожалуйста. Я знаю, что вы смотрите сейчас эту программу. Ну, а как не смотреть? Хорошо, помогайте. Помогайте, все вам воздастся. Она должна улыбнуться. Должна улыбнуться. Она должна почувствовать, что она вот действительно женщина. Красивая, очаровательная. У вас должен быть мужчина. Опытный и тоже битый, который так же хочет тепла, как и вы. Вы правильно сказали, у него должны быть родители, да? Или кто-то из родственников, потому что вам нужна родня, как воздух, как вода. Вам родня нужна. И вам одного мужчина будет мало, обязательно. Вам нужны дети. И вам нужно правильно какие-то курсы закончить. Это вам может только мужчина. Самое главное, она не корыстная, не алчная, не продажная. На вас повестись легко, потому что, ну, вы дивная, чудная и так далее. Когда мы вас научим еще немножечко к себе получше относиться, себя любить. Обязательно. К себе нужно относиться хорошо. Хотя бы чуть-чуть. Не надо пристройку. Что вы перед всеми? Простите, что я родилась. Вот танцами бы надо заняться, чтобы... Простите, что я родилась. Нет. Нифига. Все, хватит. Забыла эту фразу просто. Спасибо, что я родилась. А я для вас подарок. Потому что я добрая, хорошая. У меня есть квартира. Я сделала квартиру еще своей подружке. Я люблю детей. Я приношу пользу. Вы как вас нашли? Когда был конкурс, мы объявили на варежке. Это я через вашу страницу. Спасибо. Конечно. И вы, добрая душа, у которой самой копейки лишние нет, вы откликнулись для того, чтобы той девочке помочь дать хоть что-то. Господь видит, и Он вам все это воздат. Я на Новый год желание это загадала, чтобы вас увидеть. Моя девочка. Вот сейчас единственное я хочу к Василисе спросить. Ты знаешь точно, кто по гороскопу Юли, когда она родилась? Или это приблизительно, как у многих подкидышей? Я надеюсь, что дата рождения точная. Потому что я так понимаю, что вас подкинули с документами, со всеми, да? Поэтому дата рождения у нас есть, времени рождения мы не знаем. И я обладаю как астролог только частью информации. Это космограмма, а не гороскоп целиком. Но она уже даже позволяет делать много выводов, да. И это прежде всего выводы следующие. У вас в гороскопе самая сильная планета Марс. Вы Овен, и еще и другим тоже светилом Марс управляет у вас Луной и стоит сильно. А это значит, что вы за себя постоять в этой жизни точно сможете. Сможете? Сможете, да. А другое дело, что вот этот беспокойный Марс, он в жизни часто притягивает дополнительные ситуации, где человек как бы вынужден бороться. То есть не просто расслабляет, а дает шансы бороться. Я считаю, что вы со своим Марсом сильным сделали первый воинственный, очень правильный шаг, написали через ленту Ларисы. Вы сами постарались за свою судьбу как-то бороться. И очень важно вот это желание высказать вслух. Но я желаю вам мужчину, который не будет беспроблемным. Я бы сказала так. Нам важно сегодня найти человека, с которым вы вместе сможете бороться за его счастье. Потому что иначе, согласно гороскопу, вы будете постоянно либо бороться с ним, либо вот остается этот благой вариант, когда у человека какой-то круг задач, проблем, и жена помогает ему решать. Я смотрю, ты приободрился, друг? Сейчас. Сейчас все будет хорошо. Давай, милая, к первому, пожалуйста, знакомиться. Спасибо. 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 Привет, Юлия. Меня зовут Дмитрий. Я твой земляк. Вот привез тебе астраханскую самую лучшую колбасу, может быть, попробуешь? Дмитрий. 36 лет. Генеральный директор фирмы по устройству полимерных полов в Астрахани. Гордится тем, что окончил вуз, не заплатив ни копейки. Предупреждает, что возлюбленная должна обладать кулинарными навыками на уровне его мамы. Признается, что не был за границей. Дмитрий никогда не ловил свою супругу на измене, но всегда подозревал ее в неверности. В итоге подал на развод. Надеется, что Юлии он сможет доверять. Здравствуйте. Здравствуйте. Что это, что это? А это рыбка для вас астраханская. Сыкрой, любимый. Честно, надеется. Сыкрой. Нет, это все, это я родину продам. Давайте. Он такой же, чем-то они похожи. Ну, немножко, да. Да, что-то есть во взгляде. Что-то есть во взгляде, да. Что-то похожее, да. Как крюмочки, Дим? Я давно уже не употребляю алкоголь. А так, ручку не отводил, небось? Не, ну почему не отводил? Отводил? Дело в том, что алкоголь в любом случае мешает жизнедеятельности, скажем так. Тогда я не могу понять вашу историю. Как можно в здравом уме, в твердой памяти наворотить такого, что просто холка уже в испарине? Вы такой ревнивый, подозрительный. В чем провинилась супруга перед вами? Мы встречались где-то примерно года три, может, чуть-чуть побольше. Мне было 17 лет, когда мы познакомились. Потом, после определенного промежутка времени, она мне сказала, что она беременна. Оказалось, что не беременна. Три года с ней вот это вот гулял. Ну, конечно, она уже пошла на хитрость. Да потом она могла просто подумать, ошибаются ли. Конечно. Ну, вот так и получилось, что она как будто бы ошибается. Я не помню точно в моменте, как она мне это объяснила, но беременность была временной. Хорошо. Ну, женился? И потом женился. Молодец, молодец она, да, сказала бы ты. И ребенок у вас родился? Через год после женили бы родилась дочка. И тут вам армия? Да, закончила академию, и меня призвали... Надо бороться, надо забрать у этих жеников вот эту невесту. Потому что видно, что женщина некористная, ни в деньгах, ни в то, ни в другое. Ей неважно, что это как-либо. И вы ей что говорите? Сделай меня единственным опекуном. Ну, хотел пойти на такую хитрость, скажем так. Ну, она отказалась. Она говорит, иди отдавай родине долг. Да, совершенно верно. Посмотрите, она жила с вашими родителями. Ну, чтобы за ней присматривать, а не одна. Это было ваше такое желание. Через месяца-полтора я позвонил, мне родители сказали, что она ушла с ночевкой... К подружке. К подружке. Потом еще раз позвонил. Оказалось, опять, ее нет дома, что она у подружки с ночевкой. Ну, у подружки с ночевкой. Почему нужно обязательно думать, что она где-то в кочегарке с двумя кочегарами? Ну, ребят, ну... Можно с подружкой погулять и прийти ночевать домой нужно. Нет, послушайте, мы любим вот это в пижамках, в одной кровати, бла-бла-бла, до утра. Это девчачьи вот такие радости. Правда же? А мама ваша что? Мама, наоборот, ее защищала. Вот. Молодец. Значит, правильно. Женская солидарность, согласен. Ой, ладно вам. Василий, а как ты будешь относиться к тому, вот если твоя жена будет с ночевкой уходить? С ночевкой? Имеется в виду, с какой? Ну, так вот. Взяла, да. Ну, нет. И вот вы приходите из армии. Я пришел с армией. Которая ни сном, ни духом, ни в чем не провинилась. Это только ваша больная фантазия. Вы уже себе там накрутили, что она вам изменяла. Я не накручивал, что она мне изменяла. Кто-то вам сказал? Типа, я с ней спал, у нее на копчике родинга. Дело в том, что она молодая девушка, ей 24 года. И? Она красивая. И год жить без мужчины, и как-то... Дебил, просто дебил. Вот сидит, дебил Иваныч, вот такой. Вот они не дныри, конечно, по себе судят. Но за этот год даже романа не замутить. А потом, там, где вы живете, если бы замутила роман, вам бы тут же бы донесли. Да мама сама бы донесла. А потом вспомните с маленькими детьми. Какие измены? Даже мужу родному, любимому отказываешь все время, потому что за день так накувыркаешься, а тут еще он со своей любовью. Нет, ну, Дима, ну, ну... Короче, замучил ее он подозрениями. Да, стало так, что она сказала, уходи. Или вы сами ушли? После армии она хотела со мной жить. Потому что жена закон и общий ребенок. Ждала вас, честно. Ну, она сама после этого подала на развод. После развода мне сказала, что она думала, что я буду, не буду с ней разводиться. Ну, потому что вынул сердце у тебя было. Ты изменяла. Дима, сколько сейчас ребенку? 14. Видитесь? Да. Она вышла замуж? Да. Ой, дурак. Ну, хорошо, ладно, было и было. Ну, какой-то мутноватный, мне кажется. Вот он мутноватный, да? Да. Что-то такое. Есть что-то такое. В дымке в такой. Да. Кто у вас из родни, Дим? Родители, брат, родственников много. С родителями в хороших отношениях? Да, постоянно общаюсь. Родители поддержат второй брак так же, как первый? Как думаете? Тоже будут вливать усилия? Родители. У меня мама, в принципе, всех поддерживает. Больше, чем меня. Думаю, что мама... А он даже с обидость такой. Мама умная и мудрая, когда она на стороне невест и внуков хочет. Маме надо показать, конечно. Свозить ее в Челябинск. Смотрите, у вас есть, Юлечка, три бонуса. Скелет в шкафу, свидание наедине и семейная тайна или традиция. Вместе. Свидание, да? Проходите. Проходите. Вот, что такое. Дверь открой. Просто я знаю, что ты не по рыбе. Я не по рыбе, нет. А ты, Юля, говоришь, уезжала куда-то, да? Когда жила с мужчиной, да, в Оренбург. К его родителям ездим. Не женились там, замуж не ходила? Нет, нет. Ни раз писала. Официально ни разу не была замужем? Нет. Как думаешь, может быть, нам стоит познакомиться? В смысле, поробщаться подлиже или... Сейчас? Что ты думаешь? Ну, вообще, какое у тебя мнение про меня сложилось? Мнение о вас? Не знаю. Может быть, мы потом, после передачи вместе встретимся, пообщаемся. Хорошо. Если я симпатичен. Ты мне понравился. Почему так, да, в жизни? Вот прям подранкой. Сижу, не могу. Вот всё вот зажато так от жалости. Невозможно. Вот как всех отогреть? Никак. Это... Жизнь штука жестокая. Это вот как учись плавать. Сбросаешь. Скажи, а не раздражало, когда начинали жалеть тебя в эти годы? Когда у кого-то было, что-то у тебя не было. Когда к тебе с приставкой сверху так говорили, ой, Роза, несчастная, двое детей, мужа нет денег. Меня лучше ругать, только не жалеть. Меня это внутренне заставляет. Я сильная, я... Со мной лучше, ну, как бы, бороться. А вот каких бы ошибок не повторила, если бы что-то делала лишнего, вот когда находилась в положении практически Юлькиным? Я доказывала. Не надо. На что тратила энергию вот лишнюю? Из лишнего вкладывалась... Ну, допустим, был у меня Равиль, ну, мужчина, которого безумно любила. Это была мужчина мечты. То есть я таких мужчин только мечтала, а тут на меня внимание обратили. То есть хотелось очень быть хорошей. То есть и не просит, даёшь. Потеряла. И стоишь, и вот, и... А так можно. Я же квартиру продала в Крылатском, чтобы купить себе дублёнку, как у него. Позволить себе поехать отдыхать, как у него. Ну, как он, потому что он же посмотрел на меня такой, у него же бизнесмен. Хотя у него ничего уже не было, он на метро ездил. Ну, в общем, чтобы соответствовать, чтобы приблизиться как-то, да? Себя потеряла, жалеешь об этом? Жалко, да. Но я даже не хочу думать, потому что отобрать у детей одна комната квартиру в Крылатском, которая сейчас стоит, даже страшно подумать, сколько. И ради чего? Это ужасно. То, что одни люди портят, другие люди всегда могут подкорректироваться. Ну, это твой опыт. В каждом городе находятся свои половинки, которые как бы сходятся, да. То есть чувствуют друг друга лучше. Они поближе. Самое главное, чтобы она сообразила, что она тоже где-то недалеко. Да. Стратегически. Так как я рыбак, и мне нравится рыбалка, я решил приготовить каспийскую свежую селедку. Селедка разрезается со спины и промывается. Из неё вытаскиваются внутренности. Сначала посыпается солью блюдо. Вы о чем ты делаешь-то? Дим, а сахар не добавляете, нет? Только соль? Только соль. Это вот это что ли? Это селедочка, да? Да, это каспийская селедка. И сколько по времени? Солится она полчаса. Ну, тут все ебунка мне на черное море. Ну, там рыба, так рыба. Здоровая вот такая. А есть когда? Через полчаса? Есть можно будет через 30-40 минут, но у меня, в принципе, есть готовая селедка, можем попробовать. Юль, а вам можно солёное? Да. Ну, кусочек-то можно всегда, я думаю. А, уж готовая. Опа. Попробуй. А, уж такой попробуй. Спасибо. Давайте ставьте на стол, она вас стесняется. Здесь будет лишь. Молодец. Долгасто еще. Я не знаю, он какой-то вот, мне как-то не очень так нравится. Дмитрий понравился? Да. Да на вот сюда в салфетку, что-то ей в общую тарелку, паразитка эдакая. Да ладно тебе. Убей оттуда кость. Ну ладно, на, это может не моя кость. Твоя, я видела. Хороший парень. Хороший. И я так думаю, что мозговскрывательством он больше не будет заниматься, ну перерос, ну иначе это просто, ну просто, ну сколько можно-то. Я боюсь, что у него проблемы именно внутри него. Конечно, перерастит и перерос, но по характеру видно, что упорный. Маме до сих пор простить не может, что мама поддерживала супругу и, вероятно, поддерживает до сих пор. Жену не простила до сих пор. Только не изменяла ему, это я вот прямо чувствую, точно нет. В провинции как ты изменишь, все друг друга знают. Она жила со свёкрами, да? Потом, где его найти, этого мужика, за это время, правда же? Сколько надо времени на это потратить? Потом свекровь бы всяко заметила, что она причепурилась, накрасилась, там пошла. Вот с коляской вышла, да, прям мужики? Тут же. В ряд выстрелили. Да, и мусорное ведро. В общем, в виду России. Девчонки, ну ладно. Специально это всё так сделано. Зато генеральный директор. Так нет, это мне нравится, наоборот. Всё есть, спала, вот с этим занимается, пальто купят. Ну так внешне-то понравился, потому что вы вместе очень хорошо смотритесь. Да. Оба такие сухопары. При этом, да, в принципе, не злая, добродушная. Но я хочу сказать, что вот этот самый стрельцовский тип, активный, огненный, мужской, он вам в целом близок. Это один из того типа мужчин, кого вам надо было бы, можно было бы рассмотреть. Давай поженимся в вашем мобильном. Совет от наших экспертов по телефону 0736. В любое время. Юлечка со вторым женихом знаком. Здравствуй, Юля. Здравствуйте. Я из Челябинска. Посмотрите, какая прекрасная колбаска, которую я привёз из Челябинска. Ну, то, что я смог найти, как говорится. Мог бы привезти больше, но так получилось. Меня зовут Сергей. Я с Урал. Что ещё можно сказать? Ну, сейчас со мной расскажу. Проходите. Сергей, 40 лет. Специалист по ремонту компьютерной техники. Гордится тем, что иногда не берёт деньги за свою работу. Мечтает открыть гостиницу. Предупреждает, что увезёт возлюбленную жить в Сочи. Сергей стал свидетелем гибели любимой супруги и маленькой дочки. Справился с сильнейшей психологической травмой, но найти новую любовь не сумел. Надеется, что с Юлией они обретут друг друга. Молодец. Клубасу принёс, и ты принёс. Правда, вкусно всё. Да. Она его испугалась. Она вот просто вот... Ну, когда он появился, она его увидела. Всё, стопор полнейший. Серёжечка, у нас такое хорошее настроение. Так всё начинаем весело. Я не хочу вас возвращать в печальные события, которые произошли много лет назад. Сколько? Как вы потеряли жену и дочь? Какой это был год? У нас было всё хорошо. Среди женщины. Она была богатая. Она была из Америки. Из Калифорнии. Вы женились? Нет, мы не женились. Мы жили в гражданском браке. Дочка родилась? То есть у нас всё нормально. То есть никаких проблем. Ни жилищных, ни финансовых. Но случилось, ехали на трассу, хотя я ей говорил, не езжай. Но она не послушала. Села за руль. И не доезжая Москве 200 километров, грубо говоря, мы остановились выпить кофе. Если ей нужен такой вот, такой вот тоже, тёпленький, так сказать, да, выберет она его или вот предыдущего. А если ей нужен такой вот, от которого будут гореть глаза, тогда да. Тогда, конечно, это я. Шучу, друг, шучу. Я не претендую. Я вышел из машины, а они остались в машине. А машина была в положенном месте припаркована? Да, она была припаркована на обочине. То есть там, как бы сказать, парковка была небольшая. То есть там не опасно было всё? Нет, там не опасно, всё нормально. Но трал и бензовоз, они столкнулись вбок-вбок. То есть в лоб-в-лоб, как говорится. По инерции бензовоз отнесло на нашу машину. Супругу сразу, а дочь я вытаскал из огня. Вот. Когда я вытащил, её не оказалось. Я ничего не смог сделать. Представляете, что со мной было? Да я не представляю ещё, как вы живы остались. Как вы там не умерли от разрыва сердца. Мне повезло, как говорится. Я был примерно в пяти-десяти метрах от машины. Это судьба. Это судьба, Серёж. Не виноват никто. Это судьба. Это ничего не сделаешь. Но я знаю, что отец вашей жены покойной обвинил во всём вас. Да, он не обвинился в меня, что я виноват в этом деле. Хотя я и не виноват. Он виноват в том, что я не сохранил, как говорится, их. Но как я смогу сделать это дело? Никак. Сколько лет прошло? Я не знаю, где он находится. Может быть, куда-то уехал. Может быть, куда-то уехал. Может быть, куда-то уехал. Может быть, куда-то уехал. Вот. Я... Извините. Да, Серёж. У меня всё нормально. Потихоньку живу. Слава Богу. Не умер. Слава Богу. Слава Богу. Серёж, смотрите, 11 лет прошло, да, со дня гибели? Вы не пробовали ни с кем больше? Нет, почему я пробовал? Пробовал, но женщины, которые у меня находились, они, как бы сказать, жестокие. А в чём их жестокость была? У них корыстность, алчность. Им человек не нужен. Им важны только деньги, власть. А у вас много денег? Нет, нет. А квартира у вас... А квартира своя. Своя. А сколько комнат? Сейчас у меня стало две. Двухкомнатная. И вы думаете, и вы думаете, что... А у вас есть родители? Есть, слава Богу. Живы? Слава Богу, живы. Скажите, и вам кажется, что вы, женщины, нужны только из-за своей жилплощади, да, что они... Ну, в основном. В основном. Или из-за денег, или что-то другое. Никто не знает, как он поступит в определённой ситуации. У вас есть два бонуса. Семейная традиция и скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Ой, страшно. Прямо скелет. У вас эпилепсия, да? Да. Это вот после трагедии? Да. А как... В смысле... Приступы провоцируют? Нервничать нельзя? Да, нервничать нельзя. Это раз. Я бываю... Отключаюсь минут на 10, на 15. Но всё нормально, меня не трясёт ничего. Я просто засыпаю. Вот так кружёшь над человеком, да. А потом, когда... Ну да. Узнаёшь его, конечно. Чё, чё... Конечно, много смеха. Серёж, вы приготовили сюрприз? Да. Покажите. АПЛОДИСМЕНТЫ Маленький домик, русская... Котик-минута, муж работящий, вода на счастье, нету слаще. Кору за нервно кусает локти. Вода на счастье, взятенок, просто сбил полностью. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Первый раз пою песни эту. И... Волнение. Серёж, знаете, и зрелищ, и хлеб, это слишком много. Поэтому вот такой здесь хлеб и... АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Нужно зрелища и так. Спасибо вам большое за старание. Проходите в свою комнату. Потому что им обоим будет интересно вместе. Юля, как вам? Конечно, взрослого. 9 лет разница? Да. С кем жила, он тоже взрослый. Вы знаете, Сергей не верит в любовь. Вот что страшно. Сергей считает, что любовь у него случилась только однажды с его женой. Спокойная. Понимаете? У него нет ресурсов на новые отношения, на новую любовь. Поэтому он подозрителен ко всем женщинам. Ты не права. Лариса, ты не права. Я не перестаю поражаться. Мужчины-львы с Венерой в Деве, которые боятся меркантильных женщин, боятся, что их оберут как липку. Они почему-то именно таких и встречают. Действительно. И я, когда пытаюсь эти жизненные ситуации многократно через клиентские карты наблюдать, я сама себе задаю вопрос. Они действительно боятся, потому что предчувствуют, что сейчас придут именно такие хищницы. Или жизнь им за эти страхи как-то мстит. Я готов забрать ее. Бороться всех этих мужиков. Они не достойны ее. Еще есть один жених, дорогая моя. Проходите, знакомьтесь. Я из Рязани. И вам вот эта замечательная карабаска наших мест, рязанских. Василий, 38 лет. Помогает детским домам и легко находит общий язык с детьми. Гордится своей коллекцией колокольчиков. Мечтает отправиться в путешествие на самолете. Предупреждает, что живет с родителями. Чтобы вернуть любовь своей избраннице, Василий пытался выпрыгнуть из окна. Но даже столь крайние меры не помогли добиться ее расположения. Надеется, что Юлия сможет его полюбить. У нас сегодня еще один тест по колбасе. Мы пробуем ее. Самое вкусное. Рязанское. Прямо бери. А ну-ка, дай попробуй тоже рязанское. Сначала нет, сначала нет. Настоящий натуральный. Я сказал, бери. Я сказал, бери. Я сказал, самую маленькую. Скажите, почему? Потому что она воспитана, в отличие от нас с тобой. Конечно, она более упитана. Успешна. Скажите, Василий, а почему нужно пойти в... Чтобы вернуть свою любовь? Ну, я очень любил человека, любил девушку. И я просто очень трепетно отношусь к своим отношениям. И любил до такой степени, что вот, ну, когда узнал, что вот, увидел, что она холодная стала, то есть она как-то не проявляла ко мне интереса, вот, и я уже пошел на такие меры. Странная, странная реакция. Мужчина прыгает в окошко. Экскурсии у Вас, я не знаю, в каком-нибудь научном центре? Нет, у меня экскурсии по городам. То есть я вожу экскурсии по всем городам России. Исторический факультет закончили? Нет. Замок культуры режиссерский. Ну, и плюс психолог, социальный институт на экскурсоводах. Вот вам просто, вот вам прямо показано. Вам нравится? Да. Вы, наверное, читающий человек, да? Да, я очень читаю. Я катаюсь на лошадях, занимаюсь плаванием. А Юля понятия не имеет, что это такое. Юля выживает на трех работах, чтобы ей хватило денег коммунальные услуги заплатить. И она мечтает ищу какую-нибудь работу, и просто, чтобы ее не уволили с работы. Понимаете, у Вас абсолютно разные, разная среда обитания. Ну, вот я не знаю, если она меня выберет, то я с удовольствием ее возьму. Василий, скажите, а родители ваши будут не против, если вы Юлю к себе привезете? Я так думаю, что не против. Я так думаю, что не против, потому что я вижу, она очень чистая, очень хорошая. Чистая, красивая девушка, да. Красивая, да, девушка, которая хочет любви, настоящей любви. Ну, просто-напросто подойти к ней, взять ее руку, выедешь ты за меня замуж. У Вас остался один бонус, Ваша семейная традиция или тайна? Да. Поделитесь. У меня вот семейная традиция у нас передается из поколения в поколение. Вот у меня здесь в руках это, ну, я не знаю, третье подлинное издание Шекспира. Подлинник, это подлинник на английском языке, издано в 1895 году. Вот можете даже посмотреть, да. А ценность какая? А ценность какая? То, что это передалось от моего прадеда, это передалось от моего прадеда. Прадеда звали Алексей Дмитриевич Греков, это по маминой линии. Вот, и вот от него вот эта книга передается из поколения в поколение. Вы читаете эту книгу? В подлиннике я так особо не читаю, но Шекспира читаю очень много. Покажите сюрприз, который приготовили. Не знаю даже, что определенного сказать, но я думаю, что он ей больше подходит. Вижу в нем твой нежно добрый взгляд, вижу в нем опять твои глаза, в них сияет снова бирюза. Да, он пытается отбить в небо, а это плохо. Ангел мой неземной, всюду со мной, в этом мире моя, только ты, ты одна. Юлечка, у вас удобный обувь? Да. А почему, когда вы сходите со ступенек, вы всегда за что-то держите? Чтобы не упасть. Ну, чтобы красиво было, да? Да. Понравился вам Василий? Да, очень. Я думаю, вам Василий понравился больше всего. Такой представительный. А суть, может, кладеть правильный костюм. Нет, у него и лицо видно такое. Серьезно образованное. Только я боюсь, что у меня будет это, ну, морально. А ты тянешь к нему? Образованных сегодня много, а хороших людей мало. Ой, я боюсь, что... ...выбор. Перед тем, как вы убираете из нас работу, возьми меня. Нам надо подумать. Я заберу тебя с собой. Серёженька, подожди, нам подумать надо. Ты чё так быстро? У нас тут ни одного не было, а тут все замуж. Да подумать. Хорошо. А то твой такой настойчивый. Ну, это очень приятное движение души, Сергей. Отпугнёшь. Красавчик. А ещё, в принципе, он вообще на Карелина похож, да? На Карелина. Есть ли, знаешь, только более такой... Маленький Карелин. Ну, да. Микрокарелин такой, знаешь. А, ну, это кусок. Усохший Карелин. Поскольку у нас сегодня много говорилось о здоровье, я решила, что и прогноз мы сделаем на тему здоровья в марте 2016 года. Эта тема будет в этом месяце задаваться Меркурием в знаке рыб. Он там ослаблен, к сожалению, и два затмения. Это значит, что многих из наших зрителей, к сожалению, многих из нас тоже, могут обостриться заболевания. Во-первых, сосудистые. Во-вторых, неврологические. Может усилиться алкогольная зависимость у тех, у кого она есть. Поэтому всем нужно быть настороже. И в целом, именно в марте 2016 года здоровье требует особенного внимания. Но заниматься здоровьем прицельно, именно тем, кто родился в первой и последней декаде марта любого года и в первой и последней декаде сентября любого года. Тем, кто родился под знаком весов, я рекомендую последить за кишечником в марте, стрельцам за желудком, львам за гинекологией. Ну, женщинам львам, естественно. Проходите. А может, у него кто-то ехать? А я мешаю. В этой семье она мешала всем, правильно? Не, неправильно. Я свою дитю ни на какие штаны не променяю никогда в жизни. Никогда. Я предлагаю всем выйти и поддержать Юлию. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет. Ты мне очень понравился. Да. Спасибо. Идем. У нас есть пара. Юлия и Василий. Я тебя обернула. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт второй канала. А я, Лариса Грузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно не сказал вам. Давай, поженимся. Удачи, удачи. Рада за вас. Можете подождать, пожалуйста. Мне бы это... ... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать! Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!